Я считаю, мне досталась очень хорошая команда для этой лиги. Я считаю, что лучше. Поэтому мы будем стараться, мы покажем. И этот результат, конечно, вдохновляет. Конечно, бывают и победы, бывают и какие-то неудачные игры. Но я, как и говорил, как и ребятам говорил, что не должно быть такого, что характерно. Должен быть характерно поле. Мы сегодня, я считаю, именно характером перебороли. Потерпели и заслуженно победили. С чем связана замена Жабкина в начале футбольного тайма? Повреждений нет? Нет, повреждений нет. Усиление. У нас, я еще раз говорю, у нас четыре равноценных нападающих. На сегодняшний день такая была угрозная тактика. Жабкин оправдал доверие, он забил, был. Ну и вообще, любой футболист, который у меня есть, он лучший. Я еще раз повторюсь. Поэтому, сегодня не довелось выйти там некоторым футболистом. Но опять-таки же, я рассчитываю на каждого. И я думаю, они это докажут. Что они в состоянии выполнять его задачи. Это все зависит от нас. Самое главное, была поддержка трибун. Хочу всегда благодарить, что пришли люди, что пришли поболеть. Такой праздник организовывал. Вуководили, хочется поблагодарить за то, что это все организовали. И от нас, по большому счету, требуется только игра «Издохновение». Сегодня оно было, и, надеюсь, будет в следующих игре. На этом остановиться нельзя, потому что, да, домашняя игра, да, победа, да, приятный. Но нужно двигаться дальше. Хочется сказать еще одну вещь. Ровно 25 лет. У меня создался дебют, ровно 25 лет назад ушла из жизни моя мама. Ровно в этот день. Поэтому хочется посвятить эту победу ей. И как бы все равно все сверху пить на черно. Будем двигаться дальше. Я думаю, Спартак, Владикавказ будет только наверх смотреть. Спартак Владикавказ со Спартаком Комнил. Я все равно говорю. Айфу, дайву. Ну, все устраивает сейчас. В команде созданы условия, которые созданы все условия. Для того, чтобы автобус снова появился. Отношение вообще к команде поменялось. Я не знаю, как было до этого. Поэтому поменялось в плане чего? В плане того, что все хотят. И раньше хотели, можно сказать. Но сейчас видно единство. Именно я внутри коллектива. Я говорю за футболистов. С моего отношения видно. Они какие-то воодушевленные. Они видят эти перемены. Они видят, что реально приобрели автобус. Они видят эти последовательные движения. И это воодушевляет команду. Это видно. И вы видите это на футбольном поле. Спасибо. И вы видите это на футбольном поле. Ну, изначально, в общем-то, складывалось там, где мы должны были повести эти выходы один в один. После этого, то есть два момента, которые они забили. Они, в общем-то, нанесли свой отпечаток. Ну и то, что молодая команда, в общем-то, потом побудила. Результат, в общем-то, сложился из грубых ошибок вратаря, да и грубых ошибки. Ну и то, что сами забили. А так, в общем-то, мы сегодня сыграли слабее своих возможностей гораздо. Потому что, ну, видимо, молодежь наша, есть те, кто, ну, ребята, сегодня первый матч вообще профессиональной лигией. Поэтому где-то скушевались, где-то боязнь, где-то что-то. То есть еще времени мало на обкатку. Хотя состав сохранился в основном. Но выбывали у нас игроки по болезни. У нас 9 человек гриппом переболели. Вот эта вот проблема, она сказалась. Кто-то недовосстановился еще, кто-то. То есть в таком состоянии неоптимально, далеко неоптимально. Поэтому результат, ну, закономерен, наверное, по нашим ошибкам сегодняшним. Ну, а Спартак хочу поздравить с победой, пожелать удачи. Я думаю, что сейчас, я за последние годы сколько сюда приезжаю каждый год. И сейчас хоть увидел более-менее нормальную обстановку. То есть, знаете, как в отель приходишь пятизвездочный и в сарай. Вот в прошлый, позапрошлый год сюда как в сарай приходили. То есть, все запущено. А сейчас выставлено как-то чистенько, уютно. Так все и на подъезде, стадион. То есть, как-то... Поэтому хочу поздравить вас, наверное, потому что футбольные люди у власти спортивной стали. И Габулов, и то, что Спартак здесь, я думаю, надо только найти вам финансирование. А так, удачи. Хотел бы пожелать Спартаку. Ну, у нас свои задачи. Звезд с неба не хватали. Никогда эта команда. Но, тем не менее, у нас в прошлый, вернее, до отпуска, мы неплохо заканчивали, играли здесь. И на сборах начали очень прилично. Игры были такие товарищеские. Но выпали. Я же, ряд игроков выпадал. И приходилось потом выравнивать функциональное состояние. Вот сегодня у нас игроки и ведущие не смогли показать то, что должны были показать. Ну, и плюс молодежь. Ну, и самая главная проблема. Сегодня вратарь очень неубедительна. Хотя он рос, прилично рос. Не знаю, может, Спартак был, не знаю, что-то говорить. Я что-то пропускал. Но, во всяком случае, такие моменты, которые, такие ошибки, которые, по-моему, делали. Не в товарищеских играх. В прошлом сезоне, вернее, до зимы. В начале сезона. То есть, такие ошибки недопустимы. Ну, вы понимаете, и второе, и третье было так. Проблема вратаря там называют. Ну, а так, в общем-то, рад, что сегодня хорошее поле. Зрители, судейство хорошее было. То есть, мне понравилось. То есть, объективно, парень отсудил. Поэтому, все составляющие футбола были. Ну, и поздравить вас с первой победой. С первой победой этих людей. И Габулов, и Гогников. То есть, первая играю в профессиональном футболе. Как в роли тренера. Поэтому, хочу пожелать ему удачи. Ну, и Спартаку, в общем. Потому что, ну, сравнить. Биолог. Поселок Прогресс. Три тысячи населения. И столицу республики. Владикавказ. Которая в премьер-лиге играла. И в лиге чемпионов. То есть, я хотел бы пожелать вам удачи. Всего доброго. Спасибо.